Приветствую вас. Разрешите, пожалуйста, обратить ваше внимание на несколько важных, с моей точки зрения, моментов, в которых есть ваша ситуация. Первое. Вы пишите о том, что у вас нет отношений и, собственно, не получается. Да? Никогда не было отношений. Я бы сказал, что самый очевидный такой, самый вероятный расклад, это расклад такой, что вы боитесь близости, боитесь казаться неинтересной, ненужной, вот. Ну, пытаетесь. Пытаетесь показаться. А, пытаетесь понравиться. Вот. И самый вероятный расклад здесь такой, что вы ведете себя просто неестественно. И эта неестественность, она очень хорошо ощущается, хорошо ощущается достаточно людьми, вот, ну, мужчинами в частности, конечно. Вот. И соответственно, поэтому у вас не складываются отношения. Именно из-за неестественности вашей, которая, вот, ну, имеет место быть. Почему неестественность? Потому что, ну, вы, вот, мне показалось, что как-то, знаете, стараетесь говорить правильно, стараетесь подбирать слова, стараетесь, эм, эм, как-то, вот, вести, ну, вести себя каким-то образом, условно говоря. Вот. А, ну, все-таки людям больше нравится естественность, и это вызывает больше какого-то позитива, да, легкости и так далее. Вот. Вот. Это первое. А второе. Страх близости. То есть, чем-то вы отталкиваете, отталкиваете мужчин. Может быть, это излишняя, излишняя сексуализация, вот, это вот то, что вы описываете. Да, что, вот, у меня есть, там, ну, условно говоря, у меня есть болезнь, да, у меня есть заболевание, какое-то или подозрение, подозрение есть на серьезные заболевания. Ну, вот. И, соответственно, мне сейчас отношения не нужны, что это такое. Ну, вот, это же, по сути, вы говорите про то, что я боюсь сейчас на кого-то полагаться, потому что если я на кого-то положить, если я кого-то, вот, ну, может быть, в свою жизнь допущу, да, вот, сейчас, то, ну, условно говоря, меня могут, там, придать, меня могут, там, бросить, меня могут унизить и, вот, ну, вот, что-то такое, что-то такое, такое. И поэтому лучше я буду, там, условно говоря, одна, лучше я буду одна, но зато, вот, эээ, таких вот ничего не значащих отношений. отношения. Вот. То есть, как мне кажется, это вот связано с запрятанной в глубину вас, ну, не знаю, болью, болью от того, что... что мои проблемы, например, там, условно говоря, никому не нужны, допустим. Ну, прими к примеру, к примеру. Или, там, болью от того, что я одна. Да, то есть, условно, вот это вот некая такая внутренняя борьба и некое такое внутреннее обесценивание, получается. Себя. Следующий момент. Вы пишите о том, что вы зажаты. То есть вы тесняетесь. Конечно, зажатость создаёт определённые нюансы. Какие, например, нюансы создаёт зажатость? Ну, во-первых, зажатость даёт человеку, другому человеку почувствовать себя в некой такой невесомости. То есть, я могу делать и говорить всё, что угодно, да, не получая при этом, как бы, в реальном времени живые обратные связи. И это, конечно, подходит далеко не всем. Зачастую такое взаимодействие подходит людям нарциссического характера. То есть, тем, которым хорошо самим собой. И тем, которые, которым достаточно, ну, себя. Ну, немножко неправильно выразился. Которые получают удовольствие от того, что внутренне созерцают, как они взаимодействуют с другими. То есть, я взаимодействую с вами, обращаю внимание не на вас, а на себя и на то, как я взаимодействую с вами. И от этого я получаю удовольствие, да. То есть, некое такое самолюбование. И, соответственно, это повышает шансы того, что вы встретите такого, вот, человека, который, по сути, будет воспользоваться. И мне кажется, что вам достаточно повезло, такого человека вы не встретили и не травмировались еще больше. Завятость это стеснение, это про стеснение, это про стыд, стыд, это про подавленный гнев, про подавленную обиду, агрессию. Соответственно, это нужно искать и, как бы, вытаскивать из вас, чтобы вам это не мешало. Стеснение это про оценку, негативную оценку, это про страх оценки, страх осуждения. Вот с этим тоже нужно работать. Следующее. Вы пишете, что из общения я поняла, что он рассчитывает на секс. Вот здесь вообще не понятно, в том смысле, что, что конкретно на это указывал, это первое. Да? Ну, это даже, вот, само по себе, не столь важно, да? Как мне вот, ну, как мне кажется, это не столь важно, как то, что вы восприняли, например, нежелание мужчины, да, с вами вступать в, в том числе, сексуальный контакт, как некую такую обиду. То есть, вот, он не захотел, секс он придумал, заниматься сексом, ну, условно говоря, со мной. Вот. Значит, я какая-то недолгая. Значит, со мной что-то не так. А то, что человек мог, может, мог, мог, просто, ну, просто не хотеть, просто передумать, например, или у него просто там, не знаю, там, самочувствие и самочувствие как-то изменилось, да? Вот этот момент вы не учитываете. И мне кажется, что вот эта вот готовность, эм, взять на себя, готовность взять на себя, эээ, ну, причины действия людей, в свою очередь, это связано с тем, что вы в себе не уверены. Да, у вас есть такая вот, может быть, эм, чревоточинка относительно того, что со мной что-то не так, да, со мной вот что-то не в порядке, что я какая-то не такая. Вот. Ну, например, там, из-за того, что, там, я не в отношениях, ну, например, 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 это просто как, 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 ээээ, как вариант. Вот. Эээээ, из-за этого вам сложнее общаться с людьми и сложнее принимать их какие-то решения. Вот. Хотя, решение людей может быть самым разным, и это нормально. И не всегда эти решения происходят из-за нас, из-за нас, из-за вас и так далее. То есть это далеко не всегда. Следующее. Вы пишите. Еще мне встретилась одна классница с мужем, пока мы брали в кафе кофе. Мы с ней немного пообщались, и когда она спросила про него, кто он при нем, мне сказала, хороший друг, он сказал, просто общаемся. Вот про что здесь это? Вот о чем здесь это? Понимаете, аноним. Хороший друг. Мне кажется, это неправда. То, как человек сказал про вас, ближе к правде, ближе к правде. И вот здесь, вероятно, проявляется еще ваш стыд. Мол, я-то хочу, например, интимных отношений, и я готова вступить в интимные отношения. Но для других людей я не могу вступать в интимные отношения с тем, с кем я в кавычках просто общаюсь. Я могу вступить в отношения только с хорошим другом. Иначе я буду кем-то плохим. То есть, здесь про что? Про желание, про необходимость видать желаемое, если действительно, что вы хотите, чтобы этот человек был вашим другом, и вы его таким представляете. Но это как бы давление на человека, и не очень хорошо. Или здесь про стыд, про вот подременность перед другими, например, перед вашей одноклассностью. Быть в каком-то образе, и условно говоря, страх этот образ разрушить. Вот. То есть, тут вот это нужно разбирать. Нужно разбирать. Следующий момент, это, конечно, момент, как бы взаимодействия полов, взаимодействия гендеров. Потому что, ну, чтобы вам... Во-первых, нужно понять, что вы, как человек и как женщина, будете привлекать определенных людей. То есть, это далеко не все люди. Ну, не думаю, что это будут все люди. Это определенные люди и определенные мужчины. Соответственно. Вот. А, образ только в том, какие это будут люди. Какие это будут мужчины. А, вам, чтобы это... Понятно. Ну, знаю, выработать свою модель... женского поведения, вот, и это очень важный момент, чтобы вы четко понимали, какая вы женщина, женщина, вот, и чем лучше и больше вы будете чувствовать себя в своем комфортном, векторе вашей модели поведения, чем лучше вам будет, чем естественнее, более свободнее вы себя будете чувствовать, и тем выше будет шанс того, что вы привлечете именно того мужчину, который вам наиболее подходит, то есть не нужно, вот, опять же, да, стремиться привлечь всех. Ну и последнее, это психологическая основа, фундамент, на котором вы выстраиваете взаимоотношения между мужчинами. Работа не самая лучшая история для выстраивания отношений, потому что, в первую очередь, на работе людей связывают коммерцию, и многие люди, вполне справедливо, могут бояться выстраивать отношения с коллегами, потому что, ну, можно поссориться, поругаться, как дальше работать, можно стать объектами клеветы, объектами каких-то, ну, насмешек, да, объектами, 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 там, буллинга, там, троллинга и прочих-прочих-прочих таких вот всех неприятных вещей. Вот, и, ну, как бы люди естественным образом не хотят, могут, точнее, не хотеть, в такие отношения вступать, поэтому, как бы, рабочие компакты лучше не превращать, по возможности, в личный компакт. У нас есть, эм, вопрос, эм, ну, вот, в разделе VIP, да? Ну, вы, эм, просто список вопросов откройте, и, эм, раздел VIP вы выберете, там будет вопрос, эм, я сейчас вам его на всякий случай скажу, э, почему человек, э, так себя ведёт, а, почему человек на работе, э, так себя себе ведёт. Ээ, вот это очень, э, хорошая, к сожалению, иллюстрация того, что происходит, когда люди начинают взаимодействовать на работе. Ээ, естественно, так бывает не всегда. Естественно, э, э, что бывают разные варианты, и бывают более благоприятные, более благополучные, э, 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 варианты развития событий, это безусловно. Ээ, ну, риск такой всегда существует. И за счётом того, что у вас есть определённые трудности, в том числе и со здоровьем, вот. Стоит, стоит подумать, э, первое, над чем. Ээ, стоит ли это риска, и второе, это, эм, ну, соответствует ли, условно говоря, для, э, э, вашим ожиданиям, да, вашим, э, притязаниям, э, тот объект, от которого вы надеетесь всё это получить. Ээ, следующий важный момент, момент. Насколько вы, э, э, чётко выражаете то, что вы хотите. Ээ, соответствует ли ваше поведение тому, что вы хотите. Ээ, это очень важный момент. Ээ, возвращаясь чуть назад, к тому, э, э, на каком фундаменте выстраиваете автоматик, я ещё хочу сказать, что очень важно, э, общая, называемая человеком. Если этого мало, то общение будет притвигаться с большим трудом. На этом всё, э, я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что обратная связь, которая сформируется в результате переработки моего ответа, и который вы, э, дадите, э, посудит начало, начало психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.